МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Большая вода и большие проблемы. Сколько домов уже находятся в зоне подтопления. От Крыма до Владивостока. В какие части отправятся служить сибирские призывники? Оптом не дешевле. Почем комплект школьной формы в ателье? И стоит ли тратиться на коллективные заявки? Сейчас об этих и других событиях подробно. Волна пошла, но обширных затоплений постараются избежать. Сегодня специалисты гидроэлектростанции и метеорологи дали точный прогноз по весеннему половодию. В случае оправдываемости прогноза по среднему показателю мы проходим текущее половодие, не достигая отметок 360 сантиметров. Это те параметры, с которых у нас начинается подтопление нижних участков садовых обществ. Ранние половодия объясняют теплой погодой. В первый весенний месяц температура в Новосибирской области была выше нормы на 5-7 градусов. Вторую волну паводка ожидают в начале мая. В этот период в горах Алтая начнет активно таять снег. Новосибирские спасатели готовы к любым чрезвычайным ситуациям. В этом году закупили новое оборудование. Беспилотный самолет для контроля территорий вблизи водоемов и помпы для откачки воды. Тем временем после плановых сбросов на ГЭС уже подтопило несколько садовых обществ. Для того, чтобы попасть к своим домам, дачники сооружают плоты. Спад воды ожидают только через несколько недель. До этого времени дороги останутся непроезжими. В этом убедилась моя коллега Анастасия Бойко. Сейчас пришла та самая пора, когда люди приезжают на дачи, чтобы проверить их состояние после зимы. В прибрежных районах чаще всего наблюдают вот такую картину. И, соответственно, принимают два решения. Либо же возвращаться домой, либо переобуваться и добираться к своим огородам вброд. Уже сейчас в дачном обществе волна, что в Матвеевке без резиновых сапог делать нечего. Да и они не спасут на некоторых участках. Люди уже бывалые начали готовить резиновые плоты. Лодки. Скорее подготовить лодки. То есть, думаете, настолько все будет плохо? Ну, если будет так же, как в прошлом году, то только на лодке проехать. 30 марта начали сбрасывать воду с обскового водохранилища. До многих садовых обществ она еще только доходит. Поэтому люди говорят, это предтеча. Потоп будет чуть позже. Тот год был, тут примерно вот так по поясу, выше пояса. Кто туда на дачу, там вот маленько не затапливает вверху. Но ходили люди, кто в этих рыбацких костюмах, кто, если у кого нетерпения нет. А кто здесь, вот тут все затапливало. В МЧС о паводке знают. Говорят, будут проводить с дачниками инструктаж. Я знаю, что буквально где-то на следующей неделе кустовым вариантом будут собирать всех председателей садово-огородницких коллективов. Еще раз до них доводить, что должна делать администрация в случае подтопления, и что должно быть доведено до владельцев земельных участков, к чему они должны быть готовы, как им поступать и так далее. А пока огороды совсем не затопило и грядки с многолетними кустарниками не размыло, дачники строят баррикады к огородам из подручных средств. А некоторые и совсем на участки не едут. Ждут безопасного времени. Анастасия Бойко, Алексей Баженов, Новости ОТС. С бездорожьем вынуждены мириться и жители Верхтулы. Правда, там проблема не связана с паводком. В селе построили новый детский сад, но дорогу к нему не проложили. Здание возвели за бюджетные деньги, за подъездные пути отвечала частная компания. В Новосибирском районе сейчас находится наш корреспондент Алексей Кузьмин. Алексей, добрый вечер. Вы прям в эфире. Здравствуйте, Екатерина. Дорогу к детскому садику, к новому детскому садику в Верхтуле должны были построить как минимум вместе со сдачей объекта. Но садик сдали в эксплуатацию 1 февраля, а дороги до сих пор нет. Каждое утро здесь образуются пробки от детского сада до центральной дороги, потому что развернуться и разъехаться негде, и люди вынуждены бросать свои машины и везти детей пешком. Но пешком здесь пройти практически невозможно. Чтобы не набрать там, если особенно в какой-то обычной обуви, без резиновых сапог, это просто человек может весь быть в грязи, а то и провалиться в какой-нибудь колодец. Ну, сегодня вроде бы перед нашим приездом колодцы закрыли, засыпали песком, дорогу немножечко грядернули, но тем не менее проблема остается. Построить новую дорогу собираются, по словам застройщика, собираются где-то в начале мая начать строительство. Как будут развиваться события, более подробно я расскажу об этом в вечернем выпуске новостей. Екатерина. Спасибо, Алексей Кузьмин. О ситуации с отсутствием дороги в селе Верхтула. Продолжаем выпуск. Глав муниципальных образований теперь можно будет выбирать прямым тайным голосованием. Изменения в закон Новосибирской области обсуждали сегодня на депутатских слушаниях. Напомню, закон, отменяющий прямые выборы всех руководителей районов, поселений и муниципальных образований региона был принят год назад. И согласно ему, выбирать руководителей местной власти должны были районные советы депутатов из числа кандидатов, предложенных в конкурсной комиссии. При этом одну половину списка формирует глава региона, другой – местные представительные органы. Однако этот закон пришлось скорректировать после решения Конституционного суда. Закон о Новосибирской области появляется еще иная форма, скажем так, к двум уже существующим. Это выборы на общей основе глав муниципальных образований, городских округов и районов Новосибирской области. И вторая норма, она касается формирования районных советов. Вот три исключительных случая, которые, как оказалось, были приняты в ходе формирования представительных органов Новосибирской области в трех районах Новосибирской области. Они по сегодняшней ситуации сформировали районные советы из числа глав муниципальных поселений, но данные главы были выбраны на конкурсной основе. То есть Конституционный суд усмотрел, что это как бы недопустимо, и как бы сегодня мы будем обсуждать форму, так сказать, изменения этого порядка. Все в Крым, но не на отдых, а на службу. Весенний призыв стартовал в регионе. По предварительным данным уклонистов в этом году ожидают меньше, а новобранцев, соответственно, больше. Куда отправятся служить сибиряки, выяснили мои коллеги. 18-27. Возрастной порог для новобранцев остается прежним, а вот условия службы и обмунтирования солдат с каждым годом совершенствуют. Соседнего призыва по видам и родам войск мы переодеваем сейчас в цветовую гамму, черное, защитного и синего цвета. Для МВД это полевой комплект цифра. Если говорить про питание, это осуществляется аутсерсингом и фирмами, элементы шведского стола. Два, три блюда на выбор. Если говорить о денежном обеспечении, то выдаем банковские карты, на которых перечисляются денежные средства. От Калининграда до Дальнего Востока почти 2,5 тысячи юношей должны отправиться на службу. 70% из них уедут за пределы Новосибирской области. А призывники, попавшие в военно-морской флот, смогут увидеть и черноморские казармы. Кстати, за последние три года стабильно возрос интерес к службе по контракту. К примеру, в 2015 году в армию отправились 95 контрактников, а в 2014-м – 22. При этом критерии отбора усложнили. Это медицина, физподготовка, его характеристики с прошлых мест работы, проверка по милиции. Те граждане, которые у нас упывают представлять Россию за пределами, дополнительно проходят у нас проверку через Центр экстремизма, через органы ФСБ. Лучше год отслужить, чем 9 лет прятаться, говорят военные. Тем более, сейчас все делают для того, чтобы служба была комфортной и безопасной. Весенний призыв продлится до 15 июля. Сергей Толмачев, Анастасия Бойко, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Спасатели и лесники готовятся противостоять огнем. Больше сотни населенных пунктов находятся на так называемой красной линии. Самые пожароопасные территории – Сузунский и Колыванский район. Там обширные массивы зеленых насаждений. О том, почему жителям региона временно запретят в лес ходить. Елена Щербакова. На комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций главный вопрос – подготовка к пожароопасному сезону. Сотрудники лесохозяйственного комплекса на прямой связи с главами муниципалитетов. По всему региону готовят технику, проводят осмотр лесных участков. Один из самых пожароопасных районов – Сузунский. В Сузунском районе 218 тысяч гектаров леса. Это примерно 70% территории всего района. Крупных пожаров в прошлом году не было. Повезло с погодой. Не факт, что этой весной также повезет. На днях пожарные совместно с добровольческими дружинами здесь собираются провести учения. На этой неделе стартовала всероссийская акция «Антипал». Акция «Антипал» подразумевает запрет сжигания сухой растительности. Прежде всего травы, конечно. Мы знаем, что на территории Новосибирской области в прошлом году более 60% пожаров произошло в лесном фонде из-за перехода огня с определенных территорий. То есть земель, сельхозного значения, сенокосов, пастбищ и так далее. 125 населенных пунктов региона подвержены лесным пожарам. В этом году на топливо и мобилизацию техники из бюджета области выделили 50 миллионов рублей. Руководство региона уверенно заявляет, к чрезвычайным ситуациям готовы. Определены маршруты как пешеходные, так и авиамаршруты. А пешеходных маршрутов порядка 200 с чем-то и 8 авиамаршрутов определено. Как, что, как это обнаружено, как следить. Обязательно, когда снег сойдет, будет сделан контрольный облет перед началом пожароопасного сезона. В прошлом году было зафиксировано 193 пожара. Ущерб 10,5 миллионов рублей. С 21 апреля в области запрещено посещение лесных массивов и прежде всего ради безопасности граждан. Елена Щербакова, Олег Сурков, Новости ОТС. Другим темам подготовиться к новому учебному году можно уже в апреле. В швейных ателье сейчас сезон скидок на пошив школьной формы. Эксперты прогнозируют ее подорожание. Родители на форумах обсуждают, как сэкономить. Обязательно ли заказывать одежду в той фирме, которую рекомендует школьное руководство? И в чем особенности классного дресс-кода в этом году? Разбирался мой коллега Борис Киргенеков. Средняя школа номер 168 города Новосибирска. Сейчас за партами ученики в жилетках, блузках, рубашках, мальчики в брюках, а девочки в юбках. Обязательную форму здесь вели 7 лет назад. Анастасия Майдебура в этом году заканчивает школу. Сейчас готовится к сдаче экзаменов. В планах поступить на экономический факультет. Признается, в классе 7-м единая школьная форма напрягала. Хотелось выделиться среди сверстников. Сейчас отношения более ответственные. В школах учатся дети из разных семей. У кого-то есть возможность купить что-то интересное, красивое, у кого-то нет. А школьная форма объединяет детей. Проще общаться, нет каких-то разделений. Ты такой плохой, ты такой хороший, потому что у тебя красивая одежда, а у меня нет. Ну и в принципе готовят людей, детей ко взрослой жизни. Пошив одежды или покупка остается на усмотрение родителей. Каких-то наказаний за несоблюдение делового стиля в 168-й школе нет. Учителя беседуют с родителями и напоминают, что в спортивной одежде приходить не стоит. Для старшеклассников есть поблажки. Мы не определялись, вот один класс будет такой, другой. Единственное, мы решили, посоветовавшись со старшеклассниками, совет старшеклассников, который решил, что мальчики и девочки 10-11 класс могут ходить в костюмах. И многие пары, мальчики, юноши у нас ходят в костюмах. С 2013 года на территории области действует распоряжение правительства. Школьная форма обязательно. Меж чем на форумах родители активно обсуждают то, что администрация некоторых школ предлагает покупать форму у определенного поставщика. Мол, чтобы у всех фасон был одинаков. А стоит одежда у этой фирмы немало, не все могут себе это позволить. К примеру, для воспитанников и родителей 4-й гимназии Новосибирска дают такие советы. Но если вам что-то не нравится и не подходит, то, пожалуйста, более к приближенным тканям, фасон. Вы можете купить и в другом магазине, можете шить это в ателье. Но чтобы регламент школы соответствовал, если это синий цвет, пиджак или сарафан, чтобы он просто подходил. Тем не менее, главное, что точно ждет родителей, это повышение стоимости одежды. Ткани сильно подорожали, что не могло не сказаться на конечной цене школьной формы. Значительное увеличение оно было в прошлом году. Все мы прекрасно знаем по причине того, что курс у нас очень сильно рос. И вот наоборот, по сравнению с прошлым годом, разница, наверное, процентов 20-30. То есть, если в том году жилет у нас стоил в районе где-то 960 рублей, по-моему, то сейчас вот он стоит 1200. Некоторые фирмы предлагают скидку, если форму заказывать всем классом и в апреле. И тем не менее, если не шить в частном ателье, весь комплект обойдется родителям как минимум в 4000 рублей. Борис Киргенеков, Алексей Баженов, Новости ОТС. И в завершении выпуска коротко о спорте. Баскетбольный Новосибирск на домашней площадке встретился с Пермской Пармой. В первой игре серии плей-офф победу одержали гости. Если в начале игры новосибирцы ввели 7-0, то дальше сопернику удалось перехватить инициативу. Парма сначала сравняла счет, затем вышла вперед. Наша команда пыталась наверстать упущенное, но безрезультатно. Итог матча 62-77, итог серии 0-1 в пользу Пармы. Напомню, клубы играют до трех побед. Вторая встреча соперников сегодня вечером. На этом все. Итоги дня в 20.30 подведет мой коллега Иван Кудинов. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин